Уровень коллективного иммунитета COVID-19 в России превысил 60%. Лидером по этому показателю является Севастополь, где уже 90% жителей с антителами коронавирусу. Татарстан в этом рейтинге занимает более низкие позиции в республике. Вакцинацию прошли 74% жителей. Следующая же информация для тех, кто планирует поход за прививкой на январских выходных. Гузель Тамимдарова выясняла, будут ли работать поликлиники в праздники. По данным Минздрава, в республике за минувшие сутки прививку от COVID-19 сделали более 3000 человек. Всего же от коронавируса перевелись более 2 миллионов татарстанцев. И врачи начали отмечать спад темпов вакцинации. Пусто в коридорах поликлиник и в пунктах, находящихся в торговых центрах. Ажиотаж прошел. В пункте вакцинации торгового центра Тулпар наличие 50 доз вакцины спутника ВИИ – это первый и второй его компонент. Врачи и медсестры принимают по-прежнему с 10 утра до 4 вечера, но это только в рабочие дни. На январских праздниках работать будут только прививочные кабинеты, находящиеся в поликлиниках. С графиком их работы можно ознакомиться на сайтах медучреждений. Этот заветный QR-код в Татарстане еще до сих пор не отменили. Его нужно предъявлять при поездках в транспорте, при входе в кафе, рестораны, а также торговые центры. И, как уверяют эксперты, эта система QR-кодирования останется с нами на всю жизнь. После окончания пандемии коронавируса его хотят применять для координации перемещений людей и машин. QR-код о вакцинации по-прежнему приходит на страницы госуслуг, а тем, у кого нет возможности его распечатать или вовсе нет учетной записи, на помощь приходят специалисты многофункционального центра. Кстати, МФЦ в праздничные январские дни будет предоставлять только эти услуги. Для получения сертификата, а также подтверждения личности на портале государственных услуг, можно обратиться 2, 4, 6 и 8 января. Время с 10 до 16.00 в центральный филиал. Набережно-Челунинский и Тукаевский филиал в эти дни не работают. Что касается коллективного иммунитета к коронавирусу в республике, то Татарстанский Роспотребнадзор планирует достичь его к концу января 2022 года. А значит, и вакцинация от COVID-19 будет продолжена.